Приветствую вас, я решил ответить вам в таком вот формате, потому что мне кажется так лучше. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы, которые вы задали. Очень хорошо, что вы, значит, ну, очень хорошо, что вы задали их. Я считаю, что это хорошее начало для диалога. Итак, по порядку. Как ответ хочу услышать? Я не ответ хотел услышать, а найти эксперту заинтересованно работа над моей ситуацией. Ну, знаете, Галина, вот здесь уже вытекает такой небольшой перенос, да? То есть, если вы приходите на сайт специализированный и видите людей, ну, знаете, что люди работают на нем, то это априори означает, что люди как бы заинтересованы в работе с вами, да? Все. Абсолютно все. В каждой. Кто-то отвечает на платные вопросы, да, о чем я говорил, кто-то отвечает на публичные вопросы, кто-то не отвечает. Понимаете? Понимаете? Я просто вот вам могу сказать, что те, кто ответил вам, не знаю, сколько там человек ответил он, вот, это далеко не все, кого вы интересуете. Понимаете? Ну, это те, кто отвечает на публичные вопросы, а кто-то на них не отвечает. Вообще. Понимаете? То есть, как бы, дело не в том, кто заинтересован. Да, дело, скорее, в ваших предпочтениях. То есть, вот есть у вас проблемы, да? С кем вы хотите работать? С тем, кто, у кого рейтинга побольше или с тем, кто, там, допустим, нам понравился чисто внешне? Или у кого отзывы хорошие? Понимаете? То есть, тут вот так. Это, ну, как бы, более интимный выбор, да? И более, ну, скажем так, ориентированный на вас, да? Ну, вот. А так, я говорю, просто очень много экспертов заинтересованы. Дальше. Вы пишите. Я удивлена, что вы осудили форму написания моего вопроса. Да нет. Я не осуждал. Вы подприняли это как осуждение? Нет, на самом деле, не осуждал. Я просто высказал критику в его адрес. Я вижу, что вы грамотный человек. И я думаю, что критику вы учтете. Вот. Так что, судить я никого не собираюсь. Я не знаю, как работает у вас система на сайте, как правильно задавать вопросы. Инструкции не было, у меня нет опыта общения в таких ресурсах. Ну, вот я о чем и говорю. Да, Галина? Понимаете? У вас нет опыта. И поэтому я вам, я как бы и критикую. То есть, я направляю вас. Я говорю, что нужно сделать, как нужно сделать. Ведь, когда я отвечал, я ведь не знаю, да, выберите вы со мной работу. Будете вы с другим кем-то работать, да. Но, вполне возможно, что будете пользоваться ресурсами еще раз. И, просто вот именно такой подход, он не совсем отвечает вашей цели. Вот. Так, значит. Старалась коротко, рационально изложиться из проблем. Опять же, опять же, я понимаю вас. Прекрасно понимаю. А, тонкости, они, именно, вот, выросли психологии, такие, что, как бы, очень часто люди приходят без запроса. То есть, просто вот, пришли, пожаловали, да, и все. Вот. Я поэтому и говорю вам, что, что вы очень стыжаете круг, точнее, даже знаете как, не стыжаете, замыливаете круг. Замыливаете круг. Потому что, например, с кризисами, да, возрастными работают все. Все психологи. Вот. Зачем много писать, тратить ваше время? Ну, это, значит, наша работа. В данном случае вам нужно думать о себе, а не о нас. Сказано было загрузить фото, единственное, что было на телефоне. Ну, а в нашем случае фото это означает сразу к эзотерикам, потому что психологам, как бы, фото не очень нужно. А если вам так не понравился мой вопрос, зачем тогда отвечали? Да не понравился мне, Галина. Почему не понравился? Я очень много вопросов вижу. Они не вызывают у меня симпатии на антипатии. Если я вижу, что человек неправильно что-то делает, точнее даже как, неправильно, а бесполезно для себя. Если я вижу, что человеку что-то угрожает, я хочу ему помочь, я хочу помочь вам. Если не как психолог, да, если не как ваш консультант, то хотя бы как, ну, специалист в своей области, то есть направить вас и все, почему не понравилось? Зачем отвечал? Ну, отвечал я за тем, что, а, мне интересна тема, а, б, как бы, я отвечаю всегда в расчете на то, что, как бы, клиент заметит, да, прослушит, ему понравится, он захочет поработать. Вот. А, хотел, хотел бы я поработать с вами, да, конечно, хотел бы. Рейтинг. Ну, не знаю, при моем количестве рейтинга как-то плюс-минус один ответ на вопрос вряд ли погода сделают. А, я не ожидал, что будет такая борьба и готовы заплатить за каждый ответ, на который было трачено время. Обычай, если мне это стрит, труд любого человека. У вас на сайте 2016-2016-2015, как выбирать? Ну, я бы не сказал, что профили всех схожи, профили, на самом деле, разные, но это дело вкуса. Это дело вкуса. Что касается, кто вы готовы заплатить, это ваш выбор. Здесь я не имею права ничего вам советовать рекомендовать. Что касается выбора, то, ну, на самом деле, здесь все очевидно. Выбирать нужно всегда из активных людей, из тех, кто на сайте, или из тех, кто бывает, ну, периодически, да. То есть, все, кто без рейтинга, те, кто вообще рейтинга не имеет, все, надеюсь, что не активные заходили, как бы, давно. Вот, в принципе, и все. Считать чужие комментарии? Ну, неплохо, люди пишут реальные. Люди, люди пишут реальные. Вот, комментарии, если вы имеете ввиду комментарии, ответы психологов, то ко мне, например, приходит, какое-то количество людей приходит именно по ответам, например, на ютубе. Так, вы говорите, каждый может помочь, но хочет ли? Ну, опять же, если человек занимается этим, то есть, человек психолог, то хочет, должен хотеть. Значит, что ему делать в психологии? Есть ли время и, собственно, ресурс? Это, Галина, не ваша забота. То есть, это забота уже наша, как специалистов. Мне кажется, что вы, вот, много, ну, как бы, много думаете за нас, да, то есть, о нас, и, соответственно, принижаете себя. Галина, это, вот, то, что может быть проблемой. Я это отмечаю не первый раз уже, уже. Вот, вы же не железные тоже. Мы не железные, но мы взрослые люди, и себе вредить мы не будем. Зачем не стучаться к человеку, выбранному мной, тоже по непонятным критериям, если у него нет желания работать, тема ему не интересна? Ну, такой вопрос вы, конечно, задаёте. Спросить? Понравился? Спросить? За спрос? Не бьют? Ответят? Что же вопрос выбора, или вы боитесь отказа? А, про книги я написал, чтобы никто не вешал мне лапшу на уши, и что я способен воспринимать информацию? Ну, знаете, дискуссионный вопрос, надо сказать, потому что, как я уже говорил, лапшу на уши вам никто не повезет, если у вас есть своя система ценностей и свой фильтр восприятия. Это первое. Второе. Книги по психологии у клиентов вызывают совершенно не научные, личные мысли, которые потом только вредят, и способствуют игре в веб-психиатрию. Вы можете поискать в интернете эту игру, она так и называется, игра в психиатрию. Вот. Значит, ну, по поводу вопросов, здесь я с вами согласен. Так, значит, ээээ... Так. Ну, так и работает. Сухо-чутко. Сухо-чутко. Так и работает, да. Я тоже готов продолжить с вами общение. То есть, как бы, мы готов с вами работать. Эээ... Например, соответственно, завтра можно, можно, в принципе, сегодня, но до 12-ти вы вряд ли успеете, чтоб осталось 5 минут. Вот. Можно завтра, скажем, 4 в 5 по Москве. Вы меня не расстроили. Вы меня не расстроили. Наоборот, простите меня за то, что вы так восприняли мою критику, видимо, критику вы воспринимаете гораздо более чувствительно. С этим тоже можно будет поработать, потому что, эээ... Конструктивную критику нужно отличать от критики деструктивной. Моя цель не возвысить себя. Моя цель не обесценить вас, не унизить вас. Моя цель указать вам на ваши ошибки с тем, чтобы вы действовали дальше правильно, не тратили свое, в первую очередь, свое время. Понимаете? Вот. Вот так. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, он расцвелся в точке на «и». Ещё раз Галину. Готов с вами работать. Значит, обращайтесь, вот, когда вам удобно. Работаю с трёх-трёх дня по Москве я. Вот. Значит, завтра у меня в 3 часа будет клиент. Соответственно, в 4-5 можно будет поработать. Вот. Или сейчас уже после 7 вечера на притии выбирайте. Вот. И так далее. На этом всё. Удачи вам. Всего доброго.